А вот это довольно-таки серьезные новости, поскольку генеральный директор Ripple объявляет, что RLSD расширит экосистему XRP Ledger, добавив огромную ликвидность. Напомню вам, что стейблкоин от компании Ripple будет запущен в этой осенью. Также стоит отметить, что Илон Маск говорит, что это самые важные выборы в нашей жизни. И стоит упомянуть то, что Дональд Трамп уволит Гэри Гэнслера в первый же день, как только вступит в должность. И, соответственно, появились некоторые подробности. Дело в том, что SEC запланировала экстренное заседание для обсуждения потенциального регулирования апелляции по иску XRP с компанией Ripple. Что касается рынка криптовалют, стоит отметить, что вчера мы заработали свыше 500 долларов. Соответственно, бот торговал движение на рынке. Рынок, в принципе, сейчас более-менее адекватный. Стоит отметить, что сейчас на рынке наблюдается отскок. И, тем не менее, мы видим, что за 7 дней все-таки XRP потерял 18%, что является большим показателем среди топ криптовалют. Пока что XRP не восстановился, но я считаю, что все еще, в принципе, в силе. Хотя, стоит отметить, что недельный таймфрейм, именно недельная свеча у нас закрывается через несколько часов. И если действительно в течение 5 часов XRP все-таки выстрелит выше 5,6 центов, то есть ему нужно вырасти на, значит, примерно 5%, то я считаю, что, в принципе, бычье ралли оно в силе. Если же нет, то я считаю, что мы здесь будем еще видеть какое-то время боковое движение, поскольку здесь XRP пробил трендовую линию и локальную, и плюс еще он торгуется ниже 50-го мувинга, что говорит нам о потенциальном еще боковом движении здесь. Поэтому на это стоит обратить внимание. Что касается сопротивления и поддержек, то у нас поддержка это 50 центов следующая, ближайшая поддержка это у нас 53 цента, по сопротивлениям это район 55-56,5 центов. В принципе, это вот ближайшее сопротивление, которое у нас есть. Но я считаю, что XRP еще будет торговаться сугубо в боковом движении, поэтому пока что здесь сверхъестественного, к сожалению, ничего не ожидаю. Что касается, значит, интересного, о чем сказал Ripple CEO, да, и когда стоит готовиться к запуску стейблкоина RLSD, вы узнаете после небольшой рекламной паузы. Оставайтесь. Криптостейкинг технология, имеющая колоссальный потенциал, на сегодняшний день она активно набирает обороты, и многие люди, в том числе и я, активно ей пользуются для развития своего финансового состояния. Передовые компании зарабатывают миллионы долларов прибыли за счет стейкинга в эфире, но я, в свою очередь, удовольствуюсь крохами в десятки тысяч долларов прибыли, что для меня также является достаточно весомой прибылью. Одной из такой компаний называется NoStake.io, она дает возможность вложить свои деньги под высокий процент прибыли в стейкинг эфира. Это полностью автоматизированная система, работающая вашими средствами, работает стабильно и надежно, как часы, и большим плюсом, что вы в любой момент имеете возможность вывести свои средства из проекта. Я уже вложил в проект более 3 тысячи долларов, за несколько дней мой вклад дорос до 3 тысячи 400 долларов, но я уже пару месяцев планирую увеличить свой вклад до 15 тысяч долларов в данном проекте. Я уже давно изучаю данное направление, имею большой опыт инвестирования в подобные проекты и уверен в свои результаты. Но вы можете следить за моим успехом, буду активно делиться новостями по данной инвестиции с вами в своих роликах. Для ребят не упускайте хорошую возможность увеличить свой капитал. Ссылка на проект в описании под роликом. Что касается Ripple CEO, Брэр Гамминг Хаус, стоит отметить, что он еще заявлял в начале этого года, что 2024 год будет большим. Большим он имел ввиду для компании Ripple, для токена XRP. Остается в принципе до сбытия его прогноза примерно у нас октябрь, ноябрь и декабрь. То есть, грубо говоря, 3 месяца остается. За это время в принципе мы можем еще что-то увидеть, хотя на самом деле понятное дело, что большая часть года уже позади. Но, тем не менее, он заявил, что RLSD расширит экосистему XRP Ledger, добавив огромную ликвидность. И для нас осталось всего несколько недель, а не месяцев. И, соответственно, здесь стоит отметить, что речь идет о том, что несколько недель осталось до запуска стейблкоина RLSD от компании Ripple. Что также нужно отметить, что Илон Маск выступал сегодня ночью с Дональдом Трампом. И он заявил, что это самые важные выборы в нашей жизни. И стоит отметить, что понятное дело, что для холдеров XRP каким образом эти выборы касаются. Ну, на самом деле прямым. Если Дональд Трамп победит, то, по его словам, Гэри Грэнстер будет немедленно уволен. Плюс даже при Байдене, то есть при текущем президенте, конгрессмены от работы Гэри Грэнстера, на самом деле, не удовлетворены полностью его работой. То есть, на самом деле, есть огромные вопросы и огромные проблемы у Гэри Грэнстера со стороны Конгресса. Поэтому я считаю, что даже если будет каким-то образом победа Камалы Харрис, хотя, как по мне, в принципе, тут не важно, кто победит. Потому что политический курс США, он не изменится. То есть, США, что Америке нужно? Америке нужно доминировать и диктовать условия миру. Соответственно, здесь я считаю, что вне зависимости от того, кто будет президентом, с целью президента сделать Америку великой. Тем более, у Трампа есть футболки с надписями и бейсболки Make America Great Again. Соответственно, сделаем Америку снова великой. Поэтому, на самом деле, я не знаю, вот эти хомячки, которые увлекаются новостями, которые болеют за Трампа или за Харрис. Я считаю, что это люди не совсем такие... Они вообще очень глупые и не совсем умные. Потому что, на самом деле, просто суть одна, то, что вам забивают голову тем, что, значит, если вот кто-то победит, он что-то там сделает, это полный бред. Полный бред для хомячков. И ранее я, в принципе, критиковал то, что сказал Донор Трамп, что он там уволит Гэри Гэнслера. На самом деле, он не уволит Гэри Гэнслера, тем более, не сможет это сделать в первый день. Я считаю, что, возможно, реформирует как-то СЕК, возможно, как-то надавит, возможно, как-то криптоиндустрия продвинется в плане регулирования. Но она, в принципе, может это сделать с любым президентом. Поэтому, в принципе, я считаю, что Гэри Гэнслер, он в системе. В системе комиссии по ценным бумагам бежим США. И если бы он был не выгоден системе, тем более системе США, то его бы уже давно выгнали. Поэтому, в принципе, на самом деле, вот те, кто за кого-то болеет, ну, они просто не имеют мозга, на самом деле. Что также нужно отметить, что комиссия по ценным бумагам бежим США запланировала экстренное заседание для обсуждения потенциального регулирования апелляции по иску СЕК и по иску РИПЛ. Это довольно-таки тоже интересная такая вещь. И я считаю, что, опять-таки, вот это, значит, встреча, возможно, несет в коррективы, да, в отношении, то есть, компании РИПЛ и, как следствие, токена XRP. Но, определенно, я бы не сказал, что дедлайн, который, в принципе, многие называли до 27-го года, может продлиться вот эта тяга мутина. Почему? Потому что такой нарратив закидывают в СМИ и закидывают на относительно низкой цене XRP. И, соответственно, если продаете сейчас какую-либо монету, то есть, вы должны быть готовы, да, то, что та или иная монета, потенциально, она на обычном рынке, который будет, я думаю, уже скоро, она даст хорошие X, но вы останетесь за бортом, да. Поэтому, в принципе, выходить сейчас, да, то есть, продавать какие-то монеты, которые, тем более, там, на 90-95% вкатаны в пол, не вижу смысла совершенно. Но, как бы, решать вам, да, то есть, кому-то нужны деньги, вот эта там сложилась жизненная ситуация, но мы сейчас берем, в принципе, свободные деньги, которые у вас лежат в крипте и которые вам говорят, что нужно продавать. Да, ну, на самом деле, как бы, такое. Но выборы США, да, то есть, если они будут немирные, как сказал Байден, то это может, опять-таки, внести коррективы в криптовалюту, но... Я сейчас хочу сказать, что Биткоин как раз-таки и создавался для того, чтобы, ну, и криптовалюта, чтобы вот такие кризисы можно было переживать, если что-то там начинается в той или иной стране, там, в России или в Беларуси, или в США, неважно. Вот, поэтому такие дела. А что также нужно отметить, что, значит, да Винчи, небезызвестный, значит, брал интервью разработчика XRP Ledger, он заявил, что вы не можете заморозить XRP, заявил, значит, разработчик XRP Ledger. И таким образом, в принципе, это, как бы, подтверждает тот факт, что XRP децентрализован. Некоторые, конечно, в интернете пишут, что наоборот XRP централизован, но на самом деле, в отличие от тизера, я никогда, ну, не слышал, что у кого-то замораживали XRP. То есть, слышал, что биржа могла замораживать XRP, которые, так или иначе, были там у хакеров и так далее, которые пытались перевезти их, чтобы продать их, да, на бирже. Но вот, чтобы сам XRP Ledger, то есть, чтобы сам замораживал, то есть, я никогда не слышал на самом-то деле. Возможно, у кого-то есть какие-то факты, пишите в комментариях, будет интересно услышать. Но, кроме как вот тизера, эмитента, стейблкоина USDT, тизер, я никогда ничего такого не слышал про замораживание. Ну, и стоит отметить, что, значит, согласно правилам заявления в суде Торос, учреждения теперь могут использовать XRP. Это явный признак того, что сообщество XRP-ходеров ожидает большой бум, и прямо сейчас в Нью-Йорке повсюду царит радость. То есть, заявлено здесь, но, опять-таки, хочу сказать, что многие сейчас, конечно же, нацелены на то, чтобы компания Ripple как можно быстрее победила, значит, SEC. Но я считаю, что график не обманешь, да, и график нам показывает следующее, то, что глобально, в принципе, XRP сейчас покупать не совсем за шквар. Что также нужно отметить, что сейчас пока что мы пробили трендовую линию, то есть, здесь у нас на месячном таймфрейме не все так радужно. Но я считаю, что мы выкупимся, и XRP вот на конец этого месяца определенно закроет его выше 56 центов. Как могут еще напугать? Ну, потенциально можем еще сходить в район 47 центов, то есть, на самом деле, я этого не исключаю. Но сказать, что, в принципе, сходим ниже, я не скажу. Даже вот имея то, что мы сейчас имеем, то, что там SEC не соглашается на 125 миллионов долларов, то, что они не пришли к общему консенсусу, то, что это длится долго. На самом деле, вот эти новости, они уже произошли, и, как бы, токены XRP все равно на это, да. То, что было у нас движение вниз, оно было с биткоином, когда биткоин падал в последний раз с 66 на 60 тысяч долларов. Поэтому, в принципе, здесь картина такова, что действительно в ближайшее время, я считаю, что у нас будет вот такое белотекущее боковое движение. Но на перспективу, в принципе, все здесь довольно-таки неплохо. Вот, тем более, смотреть, если там полугодовой таймфрейм, то есть я бы не сказал, что все так плохо. То есть мы можем выкупиться, выйти выше 62 центов. Если выйдем на 74, то, в принципе, здесь уже будет полноценный бычий цикл. Если смотреть 12-месячный таймфрейм, то здесь мы, в принципе, можем опять-таки опуститься на 33 цента, но это такой самый худший сценарий, который здесь может быть. Но, в целом, здесь, когда ранее я смотрел, когда цена находилась на 60 центов, здесь была свеча выкупа, да, и она, в принципе, сигнализировала о том, что мы пойдем выше. И вот это пойдем выше, оно, в принципе, как может быть, так и в конце года, но на самом деле не думаю, что такое будет. То есть здесь, скорее всего, будет потолок к концу года 82-83 цента, ну, максимум 90. А вот что касается, значит, следующего года, то я считаю, что здесь уже будет полноценный рост, потому что, действительно, то есть XRP по 11 центов мы не видели с 2020 года, в то время как там такие монеты, как Чия, то есть они уже обновили дно за дном. То есть если смотреть на эту монету, она просто у меня здесь есть, и я, поглядывая на ее, и здесь вот практически несколько дней назад было дно, и дно это было там район 12 долларов. Поэтому пока что я вижу, что тенденция у нас довольно-таки неплохая по XRP, и считаю, что, ну, стоит, конечно же, обратить внимание, если покупать, то покупать сейчас, да, то есть дальше я считаю, что потенциальное падение, и вот на чем вы можете потенциально, в принципе, быть в страхе, это вот потенциальные уровни XRP, куда он может спуститься, это, ну, район 33 цента, почему-то, мне кажется, это будет потолок, но не ниже. Вот такие дела. Ну, особенно криптовалю, всем пока и до новых встреч.